Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами на связи канал Пакмани, где мы открыто общаемся о заработке в интернете. Сегодняшний выпуск я посвятил игре эпоха клонов, последний выпуск выходил аж месяц назад, и в принципе в нем я вам сказал, что по своей стратегии, давайте я открою стратегию, я закрываю вот эту вот первую линию, всех клонов у меня уже, все они в принципе есть, обучены, также мне удалось купить поместье со скидкой 50%, и я копил на покупку статуса мещанина, то есть я его не буду делать из каких-либо клонов, а его нужно будет делать с нуля. Почему? Потому что, во-первых, мы получаем госпособие, я всегда каждому стараюсь в выпуске это напоминать, чтобы никто из вас не забыл, и выгоднее строить с нуля нового клона для того, чтобы мещанинам 150 дней по 16 центов получать ежесуточно госпособие возврата по статусу мещанина. Если мы его будем делать из какого-либо, например, ремесленника или крестьянина, который уже находился в этом статусе порядка 100 дней, то в таком случае после перехода на статус мещанина мы будем получать госпособие не все 150 дней, а оставшиеся только 50 дней. Таким образом, мы получим возврата куда меньше, чем нежели, если бы мы создали его изначально. Таким образом, я накопил нужную сумму на моем балансе, уже она есть. Давайте перейдем в личный кабинет, и здесь мы видим, что почти 65 золотых накопилось. Давайте будем делать теперь нового клона, и по своей стратегии я здесь ее буду немножечко менять, потому что у меня идет, смотрите как, на каждых 3 ремесленника 1 крестьянин, на каждых 3 крестьянина у меня идет 1 мещанин, на каждых 3 мещанина у меня идет 1 купец. То есть вот этот мещанин, которого я сейчас буду создавать, он не будет всю жизнь мещанином, он в дальнейшем потом станет купцом, поэтому я его и называть буду как купец, но пока что не пройдет все 150 дней, пусть он работает в статусе мещанина, пусть он получит полностью все свои 150 дней пособие от государства возврат, и после стечения этого времени я его потом просто переделаю в купца. И таким образом на 3 мещан у меня будет 1 купец. Видите, как все ровненько, 3 ремесленника мы создаем 1 крестьянина, на каждых 3 крестьян создаем мещанина, на каждых 3 мещан создаем 1 купца. Это все вот как раз таки 4 линии, и все это как раз таки у нас упирается и ровненько под замок. То есть вот такой вот получается стратегия. Я обновлю потом эту картиночку, сделаю какую-то более-менее адекватную, чтобы и вам было понятно, и чтобы вы могли тоже пользоваться, и также здесь вот вторую часть я тоже обновлю. И размещу ее, наверное, в своей официальной группе, там вы сможете каждый ее уже скачать. Ну и по стратегии тоже будет еще отдельный видеоролик по игре эпоха клонов, по дальнейшей стратегии и так далее. Итак, давайте перейдем к статусу мещанина и посмотрим его возможности. Социальный статус, общая информация, и в принципе здесь вот есть статус мещанин. Я не буду долго о нем говорить, потому что отличий у него не так уж и много от того же крестьянина. Во-первых, он может устраиваться на госпредприятиях на должности повыше и так далее, работать, но на данном этапе мы госпредприятие не рассматривали, ни одно вообще никакое госпредприятие за все время существования данного плейлиста на моем канале. Единственное, что он может также устраиваться тренером, работать на свинодроме, но пока мы не занимаемся разведением свиней, нам это неинтересно. Ну и разница, нежели там с крестьянином, у него есть также в собственном деле. Крестьянин у нас может обрабатывать одно поле, он может строить хутор уже, он может держать куриную ферму до 40 голов, но я вроде бы в том выпуске по статусу крестьянина уже давал информацию о том, что ни в коем случае ферму куриную на 40 голов строить не нужно. Это изначально невыгодно и не будет выгодно. Даже ферма куриная на 100 голов, она может в некоторых случаях нести убытки. Нужно будет очень много считать и есть тоже и калькуляторы, и есть информация о том, как это все дело подробно считать, какие нужны инструменты для этого. Об этом мы тоже поговорим позднее, когда эту ферму буду делать я. На данном этапе это все дело не планируется. Итак, вернемся к мещанину. Мещанин может обрабатывать уже не одно поле, а целых 5 полей. То есть один мещанин у нас замещает сразу 5 крестьян по возможности обработки полей. Это очень хорошо и замечательно. Также я уже говорил куриную ферму, которая может содержать мещанин, но необходимо ее будет строить в доме, который будет принадлежать самому мещанину. Это может быть дом даже первого уровня, который стоит самые-самые копейки, и в нем уже можно будет строить куриную ферму на 100 голов. По стратегии мы к этому, конечно, еще подойдем и вернемся, но это будет еще, наверное, не скоро. Дальше содержание крупного рогатого скота 10 голов, содержание свиней, и мещанин уже может владеть селом и городом. Но у меня пока нет ни того, ни другого, ни даже хутора. Но к хутору я думаю, что в течение там нескольких месяцев, может быть 4, может быть 5 месяцев, еще по стратегии, если здесь мне необходимо построить три линии, и здесь вот как раз такие хуторы, я думаю, к этому делу скоро подойду уже. Но подойду не сразу, то есть можно было сразу, в принципе, закинуть деньги, создать хутор, и потом в нем открывать частные предприятия, делать клонов, но не иметь никакого вот этого фундамента под собой. Я решил для себя, что сначала сделаю фундамент уже под собой, то есть у меня будет уже развито как некое земледелие, да, то есть здесь вот видите дом на 50 уровне, значит где-то 37-38 там полей у меня уже будут обрабатывать, и мещанины, и крестьянины, то есть некоторая база будет, также будет база уже работников готовых устраиваться, пожалуйста, на свое частное предприятие, поэтому я начал с такого некоторого фундамента. Дальше, помимо того, что он может владеть селом и городом, он может владеть прогулочными ботиками. Это тоже довольно интересный такой момент, но я пока что его не использую, и он необходим будет для создания неких эликсиров, для того, чтобы прогуливаться на каких-то вот этих лодках путешествия. Я думаю, что мы к этому тоже вернемся и разберем возможности этого статуса. На сегодняшний день статус мещанина нам нужен лишь для развития сельскохозяйственных культур и обработки вот этих вот земель. Также мещанин может создавать свое княжество по поводу княжеств, это будет, наверное, отдельный выпуск, и на данном этапе я, в принципе, так и не планирую, потому что общаясь с теми людьми, которые уже делали свои княжества, нужно иметь как минимум 20 тысяч зеленых для того, чтобы развиваться в этом направлении. Таких вложений, таких денег у меня на данном этапе нету, да и, в принципе, я не хочу закидывать такие огромные деньги в данную игру и развивать это княжество. То есть возврат своих денег после создания княжества, после развития в нем своих предприятий и так далее, происходит очень-очень медленными темпами и очень-очень долго. Вложив те же 20 тысяч зеленых в сельское хозяйство, можно вернуть эти деньги, будет за гораздо меньшее время. Дальше, участие в коллективных разработках, да, это тоже довольно интересный момент, который мы тоже будем позже рассматривать, и мы можем принимать участие в обсуждении закона проектов в Думе при наличии 200 единиц харизмы. Как получать эту харизму, я думаю, мы посмотрим прямо сейчас. Здесь есть раздел образования, есть вот здесь вот раздел обмен характеристик. Мы можем отдать свой опыт и получить ту же самую харизму. Либо мы можем отдать опыт и получить рассудительность, а потом в дальнейшем эту рассудительность уменять на какие-то либо другие знания и так далее. То есть все вот это происходит в голове образования и в разделе университет. Вот эта харизма здесь и получается. То есть, как я и говорил, наверное, в самых первых выпусках, опыт – это одна из наиболее главных тоже вещей, которые нельзя просто так вот взять, купить, вложить и так далее. Опыт нужно зарабатывать либо на частных, либо на госпредприятиях, либо если вы регистрировались и выбирали себе наставника, меня, любого другого человека, не суть важно. То при повышении статуса клона, клон получает у вас 500 единиц опыта. Так вот, этот опыт нужен будет и для построек различных, в плане того же хутора и так далее. Опыт нужен для обмена характеристики, чтобы получить рассудительность и харизму, которые в свою очередь в дальнейшем понадобятся для каких-то вещей. Также можно эту рассудительность и харизму дополнительно или опыт сразу обменивать уже на какие-то знания для работы на государственных предприятиях. На государственных предприятиях мы можем работать, но там, в принципе, работаем мы на первых парах в минусах и только на больших статусах можно выйти в небольшой какой-то плюс, лишь для того, чтобы побыстрее накопить тот самый опыт, потому что работая на госпредприятиях, мы получаем опыт. Но речь об этом в сегодняшнем выпуске не идет, давайте вернемся уже к нашему статусу мещанина и будем потихонечку его осваивать и, в принципе, делать. Вроде бы все, я посмотрел уже по мещанину и осталось там только... А, нет, все посмотрели мы уже. Вот вся и разница, в принципе, с крестьянином. Сегодня как раз-таки давайте рассмотрим его покупку. Как я уже говорил, мы создаем моментально только мещанина. Всех ремесленников, всех крестьян мы обучаем и ждем по трое суток. Давайте мы посчитаем, сколько нам необходимо будет для создания нового клона. Во-первых, мы создаем, давайте, нового клона, перейдем к действиям клона и создадим нового жителя. Он мужской. По своей аналогии главный клон называется у меня Пакмани. Крестьян я называл Крестпак. Ремесленников Нремпак. Мещан Мешпак. А купцов, ну, Купспак не очень. Давайте мы его назовем Купец. Давайте по-английски назовем. Купец, это по-другому торговец. Можно, в принципе, назвать его будет... Давайте назовем его как Трейдер. В принципе, пойдет, например. Трейдер. Вот таким образом назовем его Трейдер Пак. Это будет у меня Купец. Как я и сказал, в принципе, вот здесь вот по моей стратегии, у меня на каждых три человека, на каждых три мешка приходится один Купец. Сейчас этот Купец будет пока что мещанином, но в дальнейшем по окончании по постройке замка я его потом переделаю уже в Купца. И здесь тоже потом в дальнейшем я все изменю и покажу. Итак, Трейдер Пак, соответственно, один. По причине того, что я буду дальше здесь развиваться, он будет не последний. Поэтому давайте его создадим. Клон успешно создан. И все, что необходимо сделать, теперь его обучить. То есть мы сейчас выбрали как раз-таки его. Переходим в образование и дальше переходим во вкладку «Общее образование». Для того, чтобы обучить нашего батрака сразу же на мещанина, нам необходимо сначала пройти всю процедуру обучения на ремесленника, на крестьянина и потом только на мешка. Нам необходимо, во-первых, обучить его мгновенно. Значит, нам потребуется 100 единиц работоспособности. Давайте посмотрим, есть у меня в наличии. Да, есть в наличии у меня. Поэтому давайте уже мгновенно обучим его за работоспособность. Получаем мгновенно, мгновенно, мгновенно. Не будем ожидать, будем торопиться. Итак, у нас есть теперь ремесленник. Дальше нам его нужно обучить уже до крестьянина. Так, сколько работоспособности? 195 осталось. Здесь всего лишь 4. Давайте обучаем дальше его. Обучаем до крестьянина и потом до мещанина. Так, по балансу как раз у меня здесь должно хватать. И останется еще как раз-таки, по-моему, на инструмент. Дальше. Здесь тоже надо 40 единиц. Да, 4.4. 81 работоспособности. И как раз здесь 116. Мне хватает. Давайте, поехали. За 10 золотых обучаем. На специальности обучаем, обучаем. Все последнее остается. И теперь у нас есть первый мещанин. С чем, собственно говоря, я себя и поздравляю. Добился какого-то нового результата в этой игре. В принципе, мне очень приятно. Есть мещанин, есть новая картинка. Давайте обновим баланс. И здесь 9,9. Ну, по мещанину, в принципе, по сути дела, все то же самое. Надо его поставить, работать на поля. И надо его куда-то устроить. Для того, чтобы его устроить, ему нужен инструмент. Но всех своих ремесленников я устраиваю на шахту. Да, это большие вложения, нежели там инструмент. За полтора купить или за 9,5. Но, тем не менее, возврат тоже быстрее идет. Все, что дальше я буду делать, это, в принципе, перейду в раздел «Дело». И давайте его там составим обрабатывать поля. Вот у меня здесь есть 32 поля, так как я покупал поместье. И там дом какого-то уровня у меня стоит. Вот это все работники, они работают. По черным парам одно поле. Три сейчас собирают урожай. Одно поле у меня в процессе роста и созревания. И здесь вот два дома. Поместье и каменный домик. Также здесь есть теперь в разделе «Управление клоны» ваши клоны. Как вы видите, все крестьяне у меня сколько полей левая графа может обрабатывать. Правая графа сколько полей обрабатывает в данный момент. Этот трейдер пак «Купец будущий» у меня ничего не обрабатывает. Поэтому давайте выберем «Направить клоном». И вот здесь появляется 5 полей, которые готовы для посевных работ. Чуть позже по стратегии мы будем покупать рябушек. Предварительно они будут у нас топтать поля для того, чтобы повышать урожайность. Но на данный момент, по моей схеме, рябушка пока не нужна. Поэтому я данное поле не удобряю, рябушками не вытаптываю. А сразу давайте туда что-то посадим. Давайте посадим тот же самый засеивание почвы. Произвести автодокупку. И я позажу там люцерну или турнепс, неважно. Давайте 5 единиц турнепса посадим, засеять. И в принципе все, готово. Обновим. А даже обновлять не надо. Вы видите, процесс посева пошел. Обновим баланс. Здесь у нас 9,8. На инструменты за 9,5 мне как раз хватит. Все. Теперь таким образом у меня еще и мещанин будет обрабатывать поля. Какие-то дополнительные возможности. И обязательно, конечно, в следующем выпуске будем говорить. Потому что говорить можно бесконечно много. Сегодня такой вот краткий обзор был по возможности мещанина. По отличия от крестьянина. И в принципе создал я себе его первого. И уже следующий выпуск. Несмотря на то, что здесь в принципе все то же самое. Здесь где-то я еще сниму по стратегии, по обновлению. По мешку тоже поговорим и так далее. И вот по рябушкам тоже будет выпуск. Ну в принципе да. Я думаю, что еще несколько выпусков будем снимать по игре эпоха клонов. Перед тем, как перейти к созданию собственного хутора и так далее. На этом все, дорогие друзья. С вами на связи был канал Пакмани. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok